Согласно данным ООН, каждая третья женщина в мире была жертвой насилия. Сегодня активисты снова обращают внимание общества и политиков на то, что насилие следует остановить. Конечно, на решение этой проблемы или хотя бы улучшение ситуации могут пойти годы, но проявляя нетерпимое отношение к преступлениям, общество сможет значительно уменьшить их число. На данный момент в Эстонии существует 13 скрытых центров поддержки женщин, которые оказывают жертвам насилия, психологическую и юридическую поддержку. При необходимости предоставляют убежище. Но скрытыми они называются потому, что их адрес не значится в открытом доступе и никакой насильник и тиран не сможет выяснить, где скрывается его жертва. Кроме этого, круглосуточно работает телефон поддержки 1492, работники которого уже не раз спасали как от самоубийства самих женщин, так и пресекали самоуправство их партнеров. Надо спросить всюду в мире, почему это так, что каждая третья все-таки знает наизусть, что это такое насилие над женщинами. Не решен еще один немаловажный вопрос, связанный с наказанием лиц, обвиняемых в семейном насилии и насилии в отношении женщин. Большинство участников уверены, что домашние насильники часто избегают ответственности, а ведь наказание должно быть неотвратимым. Не веря в это, жертвы боятся обращаться в суд, опасаясь, что насильник легко отделается и вернется, чтобы свести счеты. Из-за этого же страха женщины нередко забирают заявление, и муж-насильник возвращается домой, чтобы продолжить издевательство. Законодательство, с одной стороны, должно быть на таком уровне, что женщины чувствуют, что закон на их стороне. А с другой стороны, конечно, стереотипы. То есть мы должны уважать друг друга, мы должны уважать права человека. Но, пожалуй, главным ярким акцентом сегодняшнего дня стал масштабный танцевальный флешмоб. Причем не только в Эстонии. Миллион женщин по всему миру вместе с единомышленниками танцуют танец «Разорви цепи». Организаторы призвали всех неравнодушных мужчин и женщин выйти на мирную танцевальную акцию, чтобы поддержать тех женщин, которые стали жертвами насилия и нуждаются в помощи. Идея акции – напомнить, страдающие от домашних тиранов не одиноки, и есть люди, готовые помочь жертвам насилия. Просто не нужно молчать. А окружающим людям, особенно тем, кто стал свидетелем насильственных действий, нельзя оставаться равнодушными, иначе цепь насилия разорвать невозможно.